Я тоже представлюсь, представляю поселок Абреси, Чувашская республика, Чебоксары, Тамбов, отлично, Есентуки, здорово, Новочебоксарск, Чувашия, замечательно, география широкая, да, как вы видите. Ну, во-первых, хочу начать с того, что всех девушек от своего лица, да, и от лица всей нашей команды поздравляю с этим замечательным праздником, международным женским днем. Желаю, чтобы у вас женский день был не только 8 марта, но каждый, каждый, каждый день. Как девушкам каждой желаю легкого, приятного шопинга. Девушки меня, думаю, поймут, чтобы вы быстро находили ту вещь, которую вы действительно хотите, которая ваша, и она всегда вас радовала. Ну, и сегодня у нас замечательная тема. Я представлюсь, зовут меня Мария Кузьмина, старший менеджер проекта «Бизнес-модель» с первого века. И сегодня у нас такая замечательная тема – факты гордости компании. И сегодня я вам, девушке, и, наверное, многим мужчинам, да, не, наверное, а точным, и многим мужчинам в чате, подарю, знаете, самое важное, наверное, что интересно любому человеку. Вот напишите, пожалуйста, в чате, у кого были такие мысли? Правильно я сделала, неправильно, стоит мне развиваться, не стоит вообще, нужно мне это, не нужно. Кого хоть раз терзали такие сомнения, когда он начал заниматься этим бизнесом? Были, спасибо, Юля. Ребят, есть еще таковые, вот просто 8 человек на вебинаре, я так понимаю, только Юлю. У кого не были, пишем, ноль, да, не было, были, спасибо, Юля. Так, у нас только Юля активная, все остальные неактивные, да? Или все остальные салаты строгают уже? Эйнара не было, отлично, с Вагизой. Ну, у кого-то, наверное, были, кто-то стесняется. Вот сегодня, ребят, я вам подарю уверенность, вот твердую уверенность. То есть я, моя задача, чтобы после вебинара у вас вообще ни на йоту, ни доли сомнений не осталось, чтобы вы приняли именно правильное решение, развиваясь в этом бизнесе и в этом направлении. И сегодня мы поговорим с вами о фактах гордости компании Арифлейн. То есть, что же это за компания вообще, что она из себя представляет и с чем его, ну, едят, да, что вообще это такое? И какие есть моменты, я думаю, каких-то вы, может быть, даже и не знали. Сейчас, секундочку, настрою я масштаб так. Так удобно, я так полагаю. Так, секунду. Почему-то я не буду переключать слайды. Сейчас, секунду, ребят, я загружу еще раз слайды. Почему-то не могу их листать. Еще раз проверим связь. Видно, слышно. Теперь я могу переключать слайды. Поставьте в чате плюсики, пожалуйста, если видно, слышно. Все, отлично, замечательно. Ну что, начнем. Когда я готовилась к этому вебинару, честно, у меня очень поменялось мировоззрение. Вот буквально там за какие-то пару часов столько мыслей пролетело в голове. Что слайд мне хотелось бы начать именно вот, что я горжусь тем, что я сообщу с компанией Арифлэйм. Потому что факты гордости очень много. И мы сейчас с вами более подробно о них поговорим. Когда я готовилась к вебинару, я посмотрела, да, мне вот стало интересно факты гордости. Что такое же слово факт и что такое слово гордость. Вот факт – это свершившаяся истина, результат или событие. Да, то есть, что произошло и что уже неоспоримо. То есть, действительное событие, что произошло уже. Ну, как мы говорим, исторический факт, да, смотреть фактом в лицо, то есть, смотреть действительное в лицо или просвешившееся истина. Это факт, это не выдумка, да, то есть, это вот действительно там так и было. И гордость. Что же такое гордость, да? Гордость – это положительно окрашенное эмоции, то есть, чувство самоуважения, чувство собственного достоинства. Вот когда мы сомневаемся, мы как раз вот именно теряем вот эти чувства. Вот когда у вас будет твердая уверенность, у вас будет именно так. И если мы говорим о гордости, как о положительном качестве, да, либо человека, то имеем в виду чувство собственного достоинства и высокие моральные и профессиональные требования, которые он предъявляет к себе в первую очередь и которым стремится соответствовать. Вот компания, я поняла, что предъявляет очень большие высокие моральные и профессиональные в первую очередь качества, да, к себе в первую очередь. Вот именно в первую очередь, она дает больше, чем обещает. Вот что такое факты гордости об Арифлейме. Кто же мы, да, кто мы такие, что за компания, с которой мы сотрудничаем. Хотелось бы вам сказать, что официальное название компании, да, Арифлейм Холдинг идет. Компания идет как специализирующаяся на разработке производства и продаже средств по уходу за кожей, средств личной гигиены, да, парфюмерии, декоративной косметики и продукции здорового питания, а также аксессуаров. Раньше было действительно название, да, Арифлейм Косметикс, как мы привыкли это видеть, как мы привыкли это слышать. Вот кто вообще знал, что сейчас идет правильное название Арифлейм Холдинг? Я, например, не знала, то есть я сейчас, пока готовилась к вебинару, узнала об этом. Минус это, я понимаю, не знали. Давайте так, ребят, если не знали или знали, если не знали, ставим 0, если знали, ставим 1. Хорошо, мы вот будем вот так вот. Вот сейчас правильное название, то есть когда вы будете говорить, вы можете смело утверждать, что мы сотрудничаем с компанией Арифлейм Холдинг. Раньше было, да, представительство в Стокгольме, сейчас перенесли, вернее, в Люксембурге, сейчас поменяли регистрацию на швейцарскую, да, вот вы помните, что наши наставники были в Швейцарии и как раз их пригласили в главный центр, в главный офис, да. Именно в Швейцарии. Вот Арифлейм самая крупная, ребят, европейская косметическая компания на рынке прямых продаж сейчас. Поэтому, ну смотрите, если мы самые крупные, то стоит ли смысл сотрудничать с другими, когда нам кто-то говорит, да, когда нас переманивают. Вот, вы должны быть уверены, что мы номер один. Мы 50 лет на рынке, 20 лет прямых продаж в России. Вот это вам, ребят, я могу сказать, вот сейчас, которую вам цифры привожу, это последние отчетные данные, которые компания отчитывалась именно, да, по акциям. На рынке, то есть официальные данные по четвертый квартал 2016 года и по итогам 2016 года. То есть более 3 миллионов консультантов по всему миру. На сегодняшний момент компания насчитывает 6189 сотрудников. Товарооборот, объем продаж за 2016 год компании составил 1 миллиард 249 миллионов 400 евро. Вот, представляете, да, какой это объем продаж. У компании 5 собственных фабрик, да, компания у нас международная, работает в 63 странах мира. А хват, вот представляете, какой у вас может быть бизнес. Я вот сижу в поселке Бресе, да, в Чувашской республике, а у меня бизнес может быть в 63 странах мира. Вот, когда я это даже сама произношу, ребята, у меня, честно, не укладывается в голове, как это можно так, да, находясь в одном регионе, строить вот такой международный бизнес. 5 собственных фабрик. О чем это говорит? То, что у компании собственное производство. Она не завязана, что где-то в какой-то стране есть ее производство. Если страной что-то случится, то могут попросить подвинуть. У компании 5 собственных фабрик в России, да, вы, знаете, в Ногинске. В Ногинск будет выезд 19 августа. Кто еще не знает, обязательно, да, себе запланируйте туда, то обязательно нужно там побывать. В Польше, в Китае, в Швеции и в Индии. Вот, ну, просто на секунду представьте, что такое держать 5 собственных фабрик. Тут просто масштабами посмотрите. И два центра разработки продукции, да, находятся в Стокгольме и в Дублине. Вот такие масштабы компании Арифлейм Холдинг. Арифлейм идет на третьем месте по онлайн заказам, после таких гигантов, как РЖД и Аэрофлот. Вот, то есть там нет никакой другой компании. То есть РЖД и Аэрофлот, понятно, да, то есть тут покупка билетов, как бы все понятно, люди передвигаются. Но именно по продажам, по онлайн продажам, никакая другая компания не стоит, да. Компания идет на первом месте среди всех компаний. То есть это третье место по онлайн продажам. Представляете, какой это оборот. Я еще раз говорю, да, у компании есть собственный центр исследований и разработок в Дублине. Вот представляете, что такое держать свой собственный центр. То есть это постоянно туда нужно финансирование. Нужно постоянно, знаете, находить специалистов, которые в этой области, которые именно новинки знают. То есть это постоянно, постоянно, постоянно нужно все увеличить, нужно финансировать. Просто, ну вот на секунду подумайте, готовы ли вы, и есть ли у вас средства, и какие компании еще так делают. И есть свой собственный институт исследования кожи в Стокгольме. Вот где именно разрабатывается продукция по уходу за кожей. Да, то есть это клиническая института. Прежде чем продукт выйдет на рынок, ребят, он проходит 5-6-8 лет клинических испытаний. Испытания проводятся только на добровольство. Вы знаете, у нас белая косметика. Косметика не тестируется на животных, испытывает, косметика проходит только именно проверку на добровольцах. Тестируется только на добровольцах. Вот представляете, да, компания никогда не выпустит продукт, пока не будет в ней процентно уверена. Пока не будут результаты подтверждены клинически. Вот задумайтесь просто, что такое 8 лет финансировать клинические испытания какого-то продукта, еще не зная, даст ли он результат, и будет ли он популярен, и окупит ли он вам вообще. Вот просто задумайтесь. Это не один год, это 5-6-8 лет клинических испытаний. То есть вот тот продукт, который у нас сейчас вышел, он уже стал разрабатываться еще когда, да, еще 5-8 лет назад. И только сейчас он к нам попал. Вот сейчас какие-то разработки идут, да, они к нам попадут только через 5-6-7-8 лет. Вот представьте, что это масштаб. И вы еще будете уверены в 100% результате, потому что мир меняется, меняются технологии, и вам надо всегда подстраиваться под это. Идем дальше. А Борифлэм пишут книги, да, вы знаете, что есть книга истории Йонаса и Роберта Афьёкникова. Она переводится на разные языки, да, и выпускается на разных языках. Роберт Афьёкник сооснователь, обладатель почетной премии, да, в 2008 году. То есть представляете, насколько это почетно. Вот братья Афьёкник удостоились королевского патриотического общества Швеции в год 45-летия. То есть это о чем говорит? Вот как вы думаете, в королевской семье, да, вот в каком-то государстве раздают ли просто так награды людям, которые не внесли вклад в развитие этой страны, вот как вы считаете, да, просто так вот всем подряд там раздают. Нет, это, конечно же, именно то, что эти люди заслужили уважения и именно отмечены вот такой высокой наградой, ребят. Я уверена, что в 50-летие еще будет какая-то награда. В 2012 году Марканус Брэнстон, президент компании Арифлейм, был избран председателем Европейской ассоциации прямых продаж. То есть вы должны четко знать, что любая сетевая компания, которая идет как прямые продажи, должна быть в ассоциации прямых продаж. Если она не в ассоциации прямых продаж, значит она не такая уж и чистая, не такая уж и легальная, и такая уж и надежная. И вот представляете, что президент именно Арифлейм Холдинг, да, Магнус Брэнстон, избран председателем ассоциации, Европейской ассоциации прямых продаж. Вот как вы считаете, да, это о чем говорит? Это говорит только об уважении. Это не президент другой какой-то компании, да, там стоит во главе. Именно президент компании Арифлейм, председатель Европейской ассоциации. Поэтому, ребят, просто всегда это держите у себя в голове. Таких ставят, я говорю, каких людей? Надежных. Ставят людей уверенных, которые знают, куда ведут всю ассоциацию прямых продаж. Да, это же ответственность. Это не просто в рамках одной страны, да, ассоциацию прямых продаж быть главой. Это в Европейской ассоциации быть главой. То есть, представляете, насколько это серьезно. Вот Арифлейм России является старшим членом ассоциации прямых продаж в России, ребят. Представляете, да? То есть, насколько. Не другая какая-то компания, а именно компания Арифлейм. Вот Маркнус Брэнстон, президент Арифлейм, уже давал большое интервью ведущему российскому бизнесу зданию ведомости, что мы инкубаторы малого бизнеса. Да, то есть, скольким людям Арифлейм дает возможность построения своего бизнеса с нуля. Да, возьмите любой малый бизнес, хоть какой вы начнете. Можете ли вы абсолютно, я не знаю, без базы, без денег, без блата, без знаний каких-то, да, начать свой собственный бизнес. Вот вообще вот с нуля по всем фронтам. Вот я там какая-то, я не знаю, в деревне сидела, всю жизнь мечтала о бизнесе. У меня там 5 классов образования, ничего, денег у меня нет. И вот я могу прийти в компанию Арифлейм, и компания мне дает возможность построить свой бизнес, дает мне все инструменты. Вот просто задумайтесь, какая компания и какой бизнес дает такие возможности. Также, да, Маркнус Брэнстон в апреле 2016 года получил награду Браво за лидерство на ежегодном участии глобального топ-100 компании Всемирной Ассоциации Прямых Продаж. Лидерство, я сейчас подчеркну, ребят, в глобальном топ-100. Вот представляете, насколько это. Арифлейм участвует в благотворительных проектах. Вот благотворительные фонды, все вы знаете, очень часто видите это в каталогах. Вот благотворительные фонды, я вам скажу, что не всем даются именно возглавлять. Там должна быть безупречная, чистая история, незапятнанная. Вот задумайтесь, да, то, что помогать именно в благотворительных проектах, это не может там какой-то, ну, какая-то компания, знаете, которая как-то себя неплохо ведет. Ее Величество Королевы Швеции Сильвия сотрудничает с компанией. Я всегда говорю, могут ли, ну, вот персона такого уровня, да, позволить себе сотрудничать с плохой компанией, с ненадежной компанией. Вот если они доверяют свою репутацию, свой статус сотрудничеству с данной компанией, то мы даже вообще не найдете, ребят, не должны сомневаться, какая это крутая компания. Вот Арифлейм победитель в номинации лучшая научная работа косметологии 2014 года. Лауреат ежегодной национальной премии здорового питания 2015 года. И также номер один, выбор года, да, стала компания в 2016 году. Это бренд Novage победил в комплексе средств по уходу за лицом, да, по прямым продажам, тем самым доказав, что у нас самые крутые инновации, у нас самая крутая эффективность. А также бренд Novage wellness, да, снова признан лучшей специализированной продукцией для здорового питания. Вот, то есть два года подряд, ребят, мы берем премии. Два года подряд. Это о чем говорит? Что это наивысшее качество. Представляете, много было представлено продукции, и именно наша заняла первое место. И это не один год. Сегодня я вот могу сказать, я вам не все факты гордости озвучиваю. Сегодня мы будем больше озвучивать факты гордости бизнеса, да, то есть факты гордости масштаба компании, размаха компании. Но если мы возьмем линейку wellness, там отдельные факты гордости. Если возьмем косметику, да, там отдельные факты гордости. Я думаю, у нас будут отдельные вебинары, но сегодня мы изучаем именно факты гордости по бизнесу больше. Вот компания идет по уникальной коммуникации, да, то есть все вы знаете, что у компании такой гид, как «Твои мечты, наше вдохновение». И сейчас, то есть у меня компания мыслит шире, то есть кто проходил, да, есть у любой компании миссия, и соотносительно этой миссии есть уже цели стратегические, тактические, операционные. Но в любой компании во главе должна стоять миссия. Вот в компании «Арифлэйм» следующая миссия, да, это «Твои мечты, наше вдохновение». То есть что меня восхищает, то, что вы можете вносить в корректировки, то есть, да, в работу компании, в свои какие-то нововведения, свои какие-то мысли, свои пожелания. Именно то, что вас движет, то, что вас драйвит, да, компания готова вам это дать. Возьмем, например, автомобильную программу, да, «Арифлэйм». То есть раньше ее вообще не было, но тот лидер, который хотел сотрудничать именно по вот этому критерию, внес предложение. Топ-лидеры это рассмотрели, и компания прислушивается к топ-лидер, и эту программу ввели. То есть компания настолько вдохновляет тем, что мы хотим, о чем мы мечтаем, что это уникально. Можете ли вы на работе, да, ну, я не знаю, там, внести предложение, и это будет вам удовлетворено и будет вообще рассмотрено. Вот я по своей работе могу сказать, я вносила пару раз предложение о том, что я хочу что-то изменить. Ни одно мое предложение не было рассмотрено. Хотя я была полностью уверена и могла бы основать, что это было бы хорошо. Вот компания здесь готова прислушиваться к людям, готова прислушиваться к лидерам. Она делает все для того, чтобы люди развивались здесь. И она говорит, твои мечты – это наше вдохновение. Мы готовы работать еще больше на твои мечты. В 2015 году компания стала ориентированным проектом «Полярных» было на первом канале, пользуется. Дальше. Сейчас идет такая гида, как красота, как образ жизни. Кто вот участвует, нет предела совершенству, кому приходят задания? Поставьте в чате единичку, кто участвует в данной программе. Отлично. Все. То есть, смотрите, давайте на секунду просто масштабами. Это нужно было придумать. Вот это нужно было разработать. Это нужно было сделать так, чтобы вовлечь улучшение каждого человека в какую-то программу. И изменить таким образом вот столько людей. Вот представляете, насколько компания глобально мыслит. Вот просто готовы ли вы что-то разработать, да, чтобы хотя бы там, я не знаю, вовлечь вот 10-15 вашего близкого окружения и все еще структурировать, контролировать. Секунду, ребят. Мужчина, говорит, тут не поздравил вас, поэтому ругается. То есть, чтобы это структурировать, да, и внести вот эти вот изменения в жизнь, в мировоззрение, да, каждого из вас. Вот кто готов, кто хотя бы такое делал? Кто хотя бы готов влиять каждый день и улучшать хотя бы одного человека? А компания, представляете, улучшает столько сразу. Именно вот такими акциями. Екатерина Гусева, да, сейчас официальный представитель компании в России, да, есть ролик, который у нас будет крутиться на первом телевидении, да, и на первых каналах. Вот Арифлейм России, это лауреат Международной премии Комитета Государственной Думы, да, Российской Федерации по экономическому, по экономической политике и предпринимательству. Вполне возможно, да, Юль, я просто не смотрю телевизор. Представляете, да, то есть, вот Госдума Российской Федерации, да, отметила компанию, как предпринимательство, смотрите сами. Арифлейм обладатель почетного диплома за поддержку олимпийского движения. То есть, да, компания здесь даже поддерживает, понимаем. Вот в 2014 году компания Арифлейм вошла в Книгу рекордов России за самый массовый тост, поднятый переплетенными руками. Вот кто знал об этом, ребят, что мы вошли в Книгу рекордов Гиннесса? Не знали. Вот представляете, да? Вот что меня, наверное, вдохновляет и всегда удивляет, что компания, вы знаете, у нас 17 каталогов в году, и вот в год компания выпускает 100 миллионов каталогов на 40 разных языках. Вы представляете? Это не выпускать, там, знаете, одну книгу в год или одну книгу в 5 лет. Это 100 миллионов каталогов, ребят, на 40 языках, которых нужно разработать, которых нужно перевести, которых нужно выпустить. Представляете просто какие-то масштабы, их еще нужно делать. И планирование каталога начинается за 13 месяцев. То есть вот сейчас началось планирование каталога на 2018 год уже. Уже идет, вернее. И средний тираж на регион в странах СНГ – это 2 миллиона 500 штук. Вот представляете, да, вашим партнерам, которые неактивны, приходят в каталоги. Вот кому приходят в каталоги, да? Кто говорил? Он мне каталог домой пришел. Ребят, вот здесь просто только человек на вебинаре. Давайте договоримся, что вы будете давать обратную связь, чтобы я понимала, что вы меня видите, слышите. Да, все, отлично, спасибо. То есть представляете, да, то есть вашим партнерам приходят каталоги, которые неактивны. Компания за вас помогает продвигать ваш бизнес. То есть их надо выпустить, их надо отправить. Представляете, сколько, сколько вот это затрат, да, отправить всем вашим партнерам каталоги, чтобы они сделали заказ. Периодичность, я еще раз говорю, у нас раз в году. Среднее количество страниц 144, да. Вот 2448 уникальных по дизайну страниц в год, ребят. И 15 съемок моделей для каталога в год. Вот в среднем 48 новых продуктов в каждом каталоге. В каждом каталоге, да. Ваша задача, я говорю, только организаторская. Вот всю самую тяжелую работу делает компания. Такую масштабную работу. И вот 450 продуктов по каталоге со скидкой бывает. Это же все нужно просчитать. Это маркетинг-план должен быть очень хороший. Там сидят маркетологи, которые высчитывают, которые делают вот эти акции выгодные, да, заинтересовывая человека. Вам ничего делать не надо. Вот компания Арифлэйм 4 раза в год получала звание бренд года Эфи в высшую профессиональную награду в России в сфере рекламы и маркетинга. Представляете, да, 4 раза получала звание. То, что мы профессионалы в этом бизнесе. Сейчас, да, все вы знаете, что у нас обновляется новый сайт Арифлэйм, да, идет новая эра в онлайн-коммуникациях. И уже выходит очень много гаджетов, очень много, ну, знаете, методов работы для нас. То есть нам упрощают все. У кого есть приложение бизнес Арифлэйм в своем телефоне, ребят? Кто использует это приложение? Вот оно, да? Кто не использует, обязательно скачайте себе, ребят, потому что это очень удобно. То есть вот ваш бизнес вместе с вами. Вот вы все контролируете, у вас все есть. Сколько людей сделали заказ, сколько у вас структур партнеров, да, любого человека можете найти. Тут же отправьте ему смс-ку, тут же ему позвонить, да, вам не надо залезать в информационный листок, там, искать его номер телефона. Вы тут же зашли, позвонили, можно смс отправить, можно человеку по WhatsApp-у связаться. То есть все есть. Сколько у вас было в прошлом, сколько реклотов, сколько кулы реклотов. Вот все это есть. То есть, я говорю, даже если вы замотите свой бизнес, готовы ли еще под свой бизнес прописать программу, которая вам удобно будет, чтобы вы всегда свой бизнес носили с собой. Поэтому, ребят, ну, действительно, это вот просто уникально. Парфюмерия Арифлэм, я еще раз говорю, пользуется большим спросом, чем Шанель. Вот это на самом деле, это факты, которые вы можете и тоже должны говорить. Какие партнеры компании Арифлэм? Это мировые бренды. Это Adidas, это Walt Disney, да, вы видели, что детскую косметику, да, разрабатывают Walt Disney. Это Puma, это iPhone, это Raventa. То есть все компании с мировым именем именно сотрудничают и не боятся связываться с свою репутацией компании. Вот это говорит, ребят, только о том, что компания надежна и что ей доверяют. И мы ей должны тоже 100% доверять. Арифлэм официальный партнер недели моды в Москве был уже не раз. Тоже, да, представляете, и шоу «Голос», и неделя моды, да, идет. Там, вот поверьте мне, там нет такого, что кто выкупил, тот и круче. Кому доверяют, с кем не боятся сотрудничать, тот и круче. Итак, на вопрос, кто же мы, да, с гордостью отвечаем, ребят, с кем вы сотрудничаете? Вы сотрудничаете с стабильной европейской компанией, у которой сильная предпринимательская культура, членство в бизнес-ассоциациях. Ее величество, королевы Швеции, Сильвия встречалась с первыми милициями компании и посещала с визитами мероприятий, да. Собственная разработка и производство высококачественной продукции и почетные дипломы именно государственных структур России. Вот это только малая часть, ребят, тех фактов гордости, которые я вам сегодня сказала. Кому интересно, есть презентация на 141 слайд, где полностью рассказаны все факты гордости о компании. Напишите мне в личку, я вам дам ссылку, можете скачать. Будьте уверены в этой компании сами и с гордостью рассказывайте своим партнерам, своим новым консультантам, своим знакомым. Будьте уверены в этом, ребят, на 100%. Я очень надеюсь, что я вам подарила сегодня самое главное, что только может быть в жизни. Это уверенность в завтрашнем дне, потому что нам всем свойственно сомневаться, правильно мы делаем или неправильно, ребят. Вы в правильном месте, в правильном направлении, с правильными наставниками и самое главное, с сильной и мощной компанией. Всех девушек еще раз с праздником. С вами была Мария Кузьмина, меня можно найти вконтакте. Пишите, звоните, с удовольствием отвечу и поделюсь с вами своими наработками, своими результатами. Всем спасибо, всем еще раз с праздником, пока-пока.